Сексуальные типы. Поиск идеального любовника. Автор Джоэм Береш. Глава шестая. Любовники в кавычках застенчивые и в кавычках стыдливые. Глава шестая. Пересмотр собственных ожиданий. Избавление от собственного стыда. Идеальная личность и реальная личность. Вспомните, обсуждая в кавычках нарциссов, мы говорили о формировании у них ложной личности, которую нарциссы развивают, стараясь угодить родителям, но которая не соответствует той личности, что им в действительности присуще. В случае с застенчивыми или стыдливыми любовниками, мы видим, что они изо всех сил стремятся выработать в себе некую идеальную личность. Это стремление к усовершенствованию собственной личности часто оборачивается серьезной личностной травмой, нанесенной самому себе. В отличие от невротиков, страдающихся делать все идеально, чтобы сохранять контроль над окружающим миром, в кавычках стыдливые личности стремятся стать совершенными людьми с целью понравиться другим и, в кавычках, загримировать собственные недостатки. Конечно же, они терпят провал. Никому и никогда еще не удавалось возвыситься до своего идеала и, в первую очередь, людям, в кавычках, отмеченным пороком. По иронии судьбы, отчаянные попытки соответствовать собственному идеалу приводят к еще большему разрыву между идеальной личностью и реальной личностью. И это несоответствие желаемого и действительного порождает внутренний стыд. Идеальная личность является вместилищем наших надежд и чаяния, совокупности характеристик, которыми мы хотели бы обладать, своего рода жизненным планом, которому мы хотели бы следовать. По своему смыслу она подобна тому, что мы иногда называем, в кавычках, «репутацией». Хотя, возможно, и не несет в себе моральной нагрузки этого термина. В действительности стремление к достижению идеальной личности, на первый взгляд, представляется разумным и оправданным. Собственная идеальная личность кажется нам, в кавычках, абсолютно положительной. Причем, в отличие от совести, наказывающей нас за прегрешения, идеальная личность связывается, главным образом, не столько с неблаговидными поступками, сколько с достижениями. Что, в конце концов, плохого в том, чтобы постараться стать лучше? Что опасного в том, чтобы поставить перед собой высокие цели? Почему бы не, в кавычках, устремиться к звездам? Ведь мы с детства знаем, что, в кавычках, старание и труд все перетрут. Однако, здесь скрыта опасная ловушка. Когда нам не удается достичь своих идеалов, мы чувствуем разочарование и досаду. Если разница между тем, кем мы являемся и тем, кем хотели бы быть, существенно мы часто испытываем чувство стыда и сожаления от того, что потерпели провал и верим, что все могло бы сложиться иначе, если бы мы приложили чуть больше стараний. Потерпев неудачу в достижении своих идеалов, в новой попытке мы прикладываем для этого еще большие усилия и крушение надежд, соответственно, оказывается еще более ощутимым и болезненным. В процессе этого идеального, этого, идеальная личность легко превращается в невероятно грандиозную личность. Клиницисты, посвященных чувству стыда работах, иногда пользуются терминами в кавычках «грандиозное самомнение» или в кавычках «всемогущая личность». Оба эти термина в той или иной степени соответствуют непомерно раздутой идеальной личности, стремящейся стать в кавычках «совершенной», неспособной считать себя в кавычках «достаточно хорошей». Такое всепоглощающее стремление к совершенству раздувает идеальную личность до невероятных размеров, порождая столь широкую пропасть между идеалом и реальностью, что преодолеть ее становится невозможно. Мишель Мишель была чрезвычайно стыдлива. Однако, в отличие от Кассандры и Билла, над ней смеялись очень редко, и физически неполноценных родственников у нее не было. Ее родители были высокообразованными и вполне здоровыми людьми, и сама Мишель была лишена каких-либо заметных физических отклонений. Одним словом, росла она практически в кавычках «идеальной» семье. Ее отец – преуспевающий врач, специализировавшийся в лицевой хирургии, ограничил практику четырьмя с половиной днями в неделю, чтобы часть пятницы и весь уикенд проводить в кругу семьи. Мать Мишель была домохозяйкой, сидевшей дома с, в кавычках, малышкой Эм, по которой не пришло время идти в детский сад и работавшей по утрам в приемной супруга. Хотя происхождение стыда Мишель было туманным, его проявления оказались более чем очевидными. Мишель мгновенно краснела, как и все, чтобы она не делала, заливалась она краской основательно и всерьез. Это были не нежные рюмяна, едва выступающие на щеках, а нелегкое порозовение лица, бесследно исчезающее через несколько секунд. Когда Мишель краснела, это тут же было видно всем и каждому. Ее лицо, шея и даже плечи становились темно-красными и оставались такими часами, по крайней мере, ей так казалось. На самом деле, конечно, это продолжалось всего лишь несколько минут, ровно столько, сколько времени ей требовалось, чтобы справиться с щекотливостью ситуации и подавить эту ужасную, рождающуюся внутреннюю агонию. Мишель работала программистом в одной из консультинговых фирм и в ее обязанности, кроме всего прочего, входило переводить компьютерную терминологию на общепонятный язык для администраторов и менеджеров, слабо осведомленных в специализированной лексике. По общему мнению, она была в высшей степени компетентным и уважаемым работником, способным ясно и четко выражать свои мысли. Однако иногда в процессе объяснений она вдруг краснела без всякой видимой причины. Происходилось с ней такое даже в тех случаях, когда перед сотрудниками выступал кто-либо из ее коллег, а сама она присутствовала на презентации лишь в качестве рядового члена рабочей группы. Внезапность и непредсказуемость, с которой накатывали на нее эти приступы, заставляла Мишель еще больше беспокоиться и волноваться о том, когда это произойдет с ней в следующий раз. Ей стало казаться, что она живет на краю действующего вулкана, который может начать извергаться в любой момент без предупреждения. От этого, конечно, ее положение только усугублялось. Подобно тому, как мужчина, испытывающий трудности с эрекцией, постоянно беспокоится, что в очередной раз у него в кавычках ничего не получится, и тем самым обрекает себя на неудачу, Мишель не переставала тревожиться о том, что неожиданно может покраснеть. И оттого эти унизительные для нее эпизоды становились все интенсивнее и чаще. С самого начала терапии я применил релаксационные упражнения и постарался убедить Мишель в кавычках несерьезности ее проблемы. Я по-дружески подшучивал над ней, осторожно пытаясь заставить ее поверить в необоснованность своих тревог. Открываются кавычки. То, что вы быстро краснеете, еще не в преступлении, усмехался я. Я не считаю это даже признаком дурного тона. Закрываются кавычки. Конечно, для нее это не было. Конечно, для нее это не было темой для веселья, поэтому мне приходилось проявлять осторожность, чтобы не показаться ей бесчувственным. И тем не менее, только юмора, посчитал я, ей не повредит. Релаксационное упражнение в сочетании с моим отказом относиться к ее, в кавычках, недугу, как к вопросу жизни и смерти, пошел ей на пользу. Мне удалось убедить ее относиться к себе менее серьезно, то есть не пытаться так отчаянно соответствовать требованиям своей идеальной личности. Уж через несколько сеансов она добилась заметного прогресса. Народная мудрость гласит, что если человек испытывает стыд, то он прилагает все силы, чтобы исправиться. Абсолютно неверное мнение. Если вы стыдитесь, то вам хочется спрятаться, прекратить делать то, что вызывает стыд, перестать бороться с ним и никогда больше не оказываться в провоцирующих стыд ситуациях. Не стыд, а уверенность в собственных силах является необходимым условием для раскрытия творческого потенциала и продуктивной деятельности. Внешнее впечатление. Стыд заставляет людей прятаться. Иногда уже в первые секунды или минуты общения с застенчивым или стыдливым человеком вас охватывает чувство, что ваш собеседник мечтает скрыться, исчезнуть. Классическое выражение «я была готова сквозь землю провалиться от стыда» в полной мере характеризует стремление таких людей избежать неловкой ситуации. Даже сама поза стыдливого человека говорит о том, насколько мучительно для него продолжение общения. Томпкинс описывает это следующим образом. Открываются кавычки. Стыд является реакцией, препятствующей общению. Он находится в таких же отношениях к прямому взгляду и улыбке, как молчание к болтливости, как отвращение и тошнота к чувству голода и приему пищи. Опустив глаза, веки, голову и иногда даже съезжившись всем телом, стыдливый человек отказывается взглянуть на собеседника, особенно в лицо ему, и не позволяет тому разглядеть себя, особенно заглянуть в лицо. Дети, испытывая стеснительность или стыд в присутствии незнакомца, мгновенно закрывают лицо ладонями. Закрываются кавычки в скобках 1963 год, страница 120. Стыдливые люди демонстрируют отсутствие уверенности в себе, что проявляется либо в попытках уйти от общения, как это описывалось выше, либо в полной им противоположности, а именно в гипертрофированном дружелюбии, окрашенном стивыми угодническим оттенками. Они или стесняются всех и вся, погружаясь в полное молчание, или по щенячья, по щенячи, в кавычках, подлизываются к каждому. Однако в большинстве случаев люди, обладающие в кавычках стыдливым типом личности, бывают застенчивыми и уклоняются от контактов, но проявляют дружелюбие, если инициатива общения исходит от кого-то другого. Психологический тип. Если вы проведете несколько часов или дней со, в кавычках, стыдливым человеком, то интуитивно почувствуете, в кавычках, невозможность критиковать его. Он сам относится к себе с таким унизительным пренебрежением, что вы просто не можете позволить себе еще более порочить его своими упреками. Вы вдруг обнаруживаете, что подсознательно пытаетесь оправдать его, не соглашаясь с его презрительным мнением о самом себе. Хотя иногда постоянные попытки искусственно поддерживать чьей-либо пошатнувшуюся самооценку могут быть весьма утомительными. Находиться в обществе застенчивого или стыдливого человека отнюдь не невыносимо, особенно если тому удается прятать свой гнев и большую часть времени вести себя, в кавычках, мило. Более того, пока вы не устанете раздувать его, в кавычках, съезжившееся самомнение, его компания будет вам даже приятной, поскольку по сравнению с ним вы никогда не почувствуете себя униженным. В кавычках, нарцисс может подавлять вас своим высокомерием, а в кавычках, социопат заставит постоянно быть насторожей, чтобы не стать его, в кавычках, жертвой. В отличие от них, в кавычках, стыдливые партнеры не представляют для вас никакой опасности. Людей, основным личностным типом, которых является стыдливый, обычно принято называть застенчивыми. Эта застенчивость, однако, не мешает им жаждать дружбы. Они избегают общественных отношений не потому, что не доверяют людям или не любят их, а по той причине, что боятся сказать что-либо неподходящее или повести себя глупо. Им требуется дополнительная уверенность в себе до того, как вы ведете их в незнакомый коллектив. Им нужно заранее знать, что их примут доброжелательно. Хотя они легко обижаются на критические или недобрительные замечания в свой адрес, обычно в ответ на них в кавычках «стыдливые» личности замыкаются в себе, а не бросаются в гневную контр-атаку, как это свойственно обиженным в кавычках нарциссом. Застенчивые и стыдливые люди чрезвычайно часто встречаются в современном обществе, одной из основных характеристик которого является соперничество в стремлении равняться на в кавычках «звезд». Наша культура умение преподнести себя ставит выше душевных качеств, физическое совершенство, выше доброты, выше душевных качеств, физическое совершенство, выше доброты, а предпринимательские способности, выше способности к сопереживанию. Мы изо всех сил пытаемся увидеть себя в зеркалах, навязанных средствами массовой информации, беспокоясь о том, как мы могли бы выглядеть на страницах глянцевых журналов или на громадных экранах кинотеатров со стереозвуком. Сравнения с в кавычках образцами для подражания, тиражируемыми телевидением и Голливудом, всегда оказываются не в нашу пользу. Эти сравнения порождают в нас искаженное представление о самих себе, подобно тем отражениям, которые мы видим в кривых зеркалах парковых парковых в кавычках комнат смеха. Сравнивая себя с в кавычках кумирами, упорно насаждаемыми медиемагнатами, мы убеждаемся, что слишком толсты, слишком бедны, слишком неловки, слишком стары и так далее. И как будто только этих оскорблений для нас недостаточно, телепроповедники настойчиво внушают нам, что мы слишком сексуальны, слишком скупы или слишком довольны собой. Миллиарды долларов тратятся на то, чтобы мы поверили, что из-за рта у нас воняет, из-под мышек разит, потом кожа у нас слишком шершавая. И кажется, нет конца обвинения в присущих нам недостатках, один из которых постыднее другого. Никогда раньше возможность сравнить себя с открываются кавычки высшими существами, закрываются кавычки, не было такой простой. Для этого достаточно всего лишь включить телевизор. Никогда раньше горстка медиамагнатов не могла с такой легкостью стыдить миллиарды телезрителей. Будь жив, Черчилль, он мог бы так высказаться по этому поводу. Открываются кавычки. Никогда еще в человеческих отношениях не было так много стыда, испытываемого массами по велению единиц. Открывают и закрываются кавычки. Понимание в кавычках стыдливых любовников. Роксана. Роксане было около тридцати, когда она впервые пришла ко мне на консультацию по поводу своих, как она сама их назвала в кавычках сексуальных проблем. Привлекательная и образованная, раскованная, но вместе с тем и уравновешенная она оказалась принадлежавшей к тем людям, у которых в кавычках всегда все в порядке. Однако, как только она устроилась передо мной в кресле и приступила к повествованию, о своем несчастном браке от ее самообладания не осталось и следа. «Я ненавижу секс!» восхликнула она. «Это так грязно!» И она продолжила свой сбивчивый рассказ, перемежая фразы с сдавленными рыданиями. Когда Джек заводится, он начинает целовать меня с открытым ртом. «Боже, я не могу этого выносить!» Как бы я хотела, чтобы секс у нас проходил как можно быстрее, чтобы он не затягивал, делал все, что ему нужно, тогда бы я могла его перетерпеть, но от его французских поцелуев меня буквально наизнанку выворачивает. Хотя женаты они были менее полугода, брак Роксаны и Джека оказался на грани распада из-за их сексуальной несовместимости. Я пригласил Джека прийти ко мне вместе с Роксаной на пару совместных сеансов, надеясь из общей беседы почерпнуть ключи к пониманию того, что неладно в их отношениях. Однако после этого я оказался в еще большем затруднении, так как Роксана и Джек, насколько я мог судить, были далеко не безразличны друг другу. Это озадачило меня, потому что секс для большинства супругов обычно является безошибочным барометром их отношений. Сексуальные проблемы это внешние проявления более глубоких разногласий, подобно тому, как классический спор о правильном способе выдавливания зубной пасты из тюбика представляет собой лих видимую часть айсберга семейных отношений, так и сексуальные проблемы часто являются симптомами более серьезных внутренних конфликтов. Обычно трудно бывает добиться какого-либо прогресса в терапии, не разобравшись предварительно в этих скрытых глубинных разногласиях. совместные сеансы только запутали дело, так как я не смог вынести из них никакой пользы. Оксана и Джек получали несомненное удовольствие, находясь в компании друг друга, даже обменивались шутками во время сеансов и выглядели вполне счастливой супружеской парой с тем единственным исключением, что Джека интересовал секс, а Роксану он пугал. Период добрачного ухаживания у них был коротким, но интенсивным, и тот факт, что Роксана не любила целоваться, в кавычках, по-взрослому, не показался им достаточным основанием для разрыва помолвки. Во время медового месяца, однако, по мере того, как секс становился все в кавычках грязнее, серьезность существующих между ними противоречий начала угнетать их обоих. Но менять что-то было уже слегка поздно, поскольку совместные сеансы оказались бесполезными, я решил провести с Роксаной индивидуальную психотерапию. Уже через несколько дней, когда она рассказывала о своем детстве, я обнаружил, что всю свою жизнь она ужасно стыдилась Роджера, своего умственно отсталого брата. Когда я попросил ее описать Роджера, первым, что вспомнилось ей была его отвисшая нижняя губа и вечная глупая ухмылка, которую она так ненавидела. Особенно яркими были ее воспоминания о беспорядке, который он устраивал вокруг себя во время еды и о том, как чавкал, пережевывая пищу с открытым ртом и не замечая слюны, постоянно стекавшей по подбородку. Роксана была одновременно поражена и обрадована, когда я обратил ее внимание на схожесть ее описания секса и первых мыслей при воспоминании о Роджерсе. Она мгновенно сопоставила свое восприятие секса как занятие в кавычках грязного с той в кавычках грязью, которая ассоциировалась у нее с Роджером и уже без дальнейших моих подсказок поняла, что ее пылкое неприятие секса было вызвано тем, что в эти моменты она подсознательно вспоминала Роджера, от которого всегда страстно мечтала дистанцироваться. Какое это облегчение, осмеялась она, узнать, что отвращение у меня вызывает не муж, а брат. Как только Роксана поняла это ее навязчивое стремление открываются кавычки держать свою кухню в идеальной чистоте закрываются кавычки заметно ослабло и связанные с ним сексуальные проблемы перестали быть такими острыми. Она стала более спокойно относиться к в кавычках грязному сексу и даже начала получать от него удовольствия. Правда, у нее так и не возникла большая любовь к в кавычках глубоким поцелуям, но Джек сказал, что это он переживет. Их супружеские отношения стали заметно налаживаться и уже через несколько недель мы решили, что терапию можно прекратить. Теперь каждый год на Рождество я получаю от Роксаны и Джека фотографии их растущего семейства. Преобразование ваших интимных отношений. Если вам или вашему партнеру свойственны застенчивость или стыдливость, не отчаивайтесь. Этот в кавычках грех не социопатия или какой-либо другой личностный тип, который может оказаться деструктивным для ваших отношений. В кавычках застенчивые или в кавычках стыдливые любовники временами могут чувствовать себя крайне неловко, но обычно их поведение не приводит к страданиям партнера или разрушению отношений, как это характерно, например, для социопатов. Поддержка, помощь и ободрение – вот те слагаемые успеха, которые могут вашему партнеру ощутить себя полноценным человеком. Не лишним будет и разоблачить некоторые мифы, мешающие застенчивым партнерам в полной мере проявить свою сексуальность. В кавычках «стыдливые люди» особенно расположено верить в подобную чепуху. вынос мусора. Древнейшие литературные источники свидетельствуют, что на всем протяжении истории человечества такое абсолютно естественное явление, как менструация, окружалось множеством вымыслов и легенд, по большей части негативных. Феминистки объясняют феминистки объясняют это тем, что мужчины, боясь оказаться под властью женщин, намеренно внушали тем стыд и презрение к самим себе, используя для этого естественные природные циклы. Еще в 60-х годах, еще в 60-м году римский историк Плиний утверждал, что в присутствии женщины во время менструации молодое вино киснет, фрукты опадают с деревьев, а семена не дают всходов. Однако мифы, касающиеся менструации, являются не только наследием древнего Рима или плодом фантазии античных историков. Следующими в кавычках откровениями поделились со мной современные студенты колледжи из самых разных районов страны. Первое. Первое. Если женщина во время менструации кормит собак, у них появляются глисты. Второе. Волосы женщины во время менструации в кавычках не поддаются перманентной завивке и в этот же период невозможно выпрямить курчавые волосы. Третье. Даже дрессированные домашние животные не подчиняются командам женщины, если у нее менструация. Четвертое. Если женщина во время менструации бреет подмышки или ноги, она становится вялой и апатичной, что, в свою очередь, вызывает нарушение циклов. Обратите внимание, что все эти мифы трудно назвать оптимистическими. Соответственно, в кавычках застенчивые или в кавычках стыдливые люди склонны верить большинству мифов, связанных с менструацией, из-за своего хронического стыда и подсознательной тяги к самоуничижению. Кроме того, в кавычках застенчивых и в кавычках стыдливых людей тревожит большинство тех же мифов, которым верят в кавычках нарциссы. Подобно нарциссам застенчивые и стыдливые любовники озабочены физическими параметрами, физическими параметрами, размерами груди, пениса, ягодиц, формой ног, наличием или отсутствием крайней плоти и так далее. Эти вопросы имеют для них первостепенное значение. Эти вопросы имеют для них первостепенное значение, но абсолютно в противоположном смысле. Если нарциссов беспокоят физические недостатки в их партнерах, то застенчивых и стыдливых любовников волнуют те же недостатки в них самих. Кроме мифов на темы менструации и размеров груди, пениса и других частей тела, застенчивые и стыдливые люди склонны верить в следующие сексуальные небылицы. Миф номер один. По мнению сексологов, существует два вида оргазма. Клитор вагинальный считающийся поверхностным и неспособным доставить полное удовлетворение и вагинальный и влагалищный, который предпочитает зрелые и сексуально опытные женщины. Истинно сегодня благодаря тщательным физиологическим исследованиям убедительно доказано, что оргазм является реакцией всего организма и каким образом достигает его человек значения не имеет. Как утверждают физиологи, оргазм есть оргазм независимо от способа его получения. Практически не существует разницы между оргазмами, достигнутыми с помощью самостимулирования, стимулирования партнером, клиторного стимулирования или влагалищного проникновения. Любой из способов имеет право на существование и только от желания партнеров зависит которому из них отдавать предпочтение. Миф номер два. Для поддерживания чистоты влагалища необходимо регулярное спринцевание. Истина. На самом деле спринцевание нет необходимости, нет необходимости, поскольку чистота влагалища здоровой женщины поддерживается благодаря естественной секреции. Если, однако, женщина предпочитает спринцеваться после полового акта, из чисто эстетических соображений, она должна пользоваться для этого исключительно водой, а не лимонным соком, уксусом или даже специально предназначенными для этой цели разрекламированными средствами. Частым спринцеванием можно уничтожить естественную микрофлору влагалища и тем самым подвергнуть себя риску инфекционного заражения. Поскольку стыдливым людям свойственно обеспокоенность по поводу запахов их тела, они уделяют этому вопросу повышенное внимание и проявляют склонность к чрезмерному использованию специальных средств для спринцевания. Миф номер три. Частые занятия мастурбации в период полового созревания могут привести к духовным расстройствам или психическим отклонениям в зрелом возрасте. Истина в том, что вокруг мастурбации, как и менструации, существует множество легенд, голословно приписывающих ей чрезвычайный вред. ни одна из них не соответствует действительности. И тем не менее застенчивые и стыдливые люди склонны верить этим вымыслам по той причине, что сами они в период полового созревания обычно ввиду недостатка полового опыта из-за собственной застенчивости и стыдливости нередко прибегали к в кавычках сексу в одиночку. Миф номер четыре. Мастурбация может стать причиной возникновения определенных физических отклонений, например, проявлении бородавок, прыщей, угрей, роста волос и на ладонях развития близорукости, потери памяти, задержки и развития половых органов и прочих неприятностей, список которых слегком обширен, чтобы привести его полностью. Истина состоит в том, что медицинская наука не располагает доказательствами существования каких-либо негативных последствий мастурбации. Занятия мастурбации не приводят ни к одному из приписываемых им результатов. Несомненно, что существует и множество других мифов, которые в кавычках «застенчивые» и «стыдливые» люди считают истиной, однако приведенные выше вымыслы наглядно иллюстрируют, как стыд заставляет человека верить в негативные измышления о самом себе. Касаются ли эти мифы менструации или мастурбации, тревожит ли застенчивую личность размер груди или пениса общего всех этих легендах то, что они вынуждают человека поверить, что он хуже других. В этой главе мы рассмотрели несколько ярких примеров того, как чувство стыда, возникнув в раннем детстве, постепенно пронизывает собой всю личность человека. Эта глава, пожалуй, в большей степени, чем все другие, касается обычных людей. Стыд присущ отнюдь не узкому кругу лиц, предрасположенных к душевным заболеваниям. В действительности это распространенная разновидность невроза, тот страх, который большинство из нас испытывало чаще, чем нам того хотелось бы. Как это не прискорбно, но чувство стыда всегда оказывало огромное влияние на интимные отношения. В следующей главе мы обсудим сексуальный тип, имеющий много общего с застенчивостью и стыдливостью. Люди, чувствующие себя в кавычках обделанными, слабыми или уязвимыми, часто прибегают к косвенным типам поведения, потому что они являются почти единственной возможностью существования в мире, управляемым более могущественными личностями. дети, калеки, люди малограмотные, бедные и раболепные, часто пользуются косвенными способами выражения своих нужд. и 보내 «Святой» подограмотные возможности уличные связи воин в а г а Продолжение следует...